Приветствую вас. Давайте последовательно разберём ваш вопрос. Первое. Нужно попытаться увидеть в том, что раз вынимает то мама, то бабушка, увидите то, что в этом есть ваша ответственность в том, что вас занимают эти люди. Ваша ответственность в том, что вы позволяете им это делать, вы позволяете людям, условно говоря, себя занимать. Вы позволяете этим людям делать данное, я полагаю, из-за чувства вины и из-за страха. Я не скажу, перед чем, да, то есть как бы гадать я не буду, но совершенно очевидно здесь, что для меня, по крайней мере, очевидно, что вы боитесь и чувствуете вину. Дальше. Вот смотрите, что вы пишете. С детства они с мамой прививали мне страх к богатству. В смысле? Что вы имеете в виду здесь? Мама кричала на меня, что я должен идти работать и требовала у меня на мои деньги, бабушка заступала с работы по специальности, что не мог найти. То здесь у вас, на самом деле, такая позиция из смеси обиды, боли, страха, каких-то своих желаний, я бы даже сказал, наверное, агрессия. Вот. Вообще, агрессия это то, что мне приходит на ум первое, когда, первым, когда я читаю ваш текст. Вот. И плюс вы, да, пытаетесь сбежать. Я думаю, что проблематикой здесь глобальной является то, что, с одной стороны, вроде бы вы хотите уйти, сбежать, но, с другой стороны, как мне кажется, вы боитесь. Вы боитесь, что не справитесь, боитесь остаться один, и по этой причине бабушка имеет определенное на вас влияние, определенное на вас, ну, как бы... Ну, давление, я бы, наверное, не сказал бы, да, давление это, может быть, слишком громко звучит. Ну, именно, вот, что... Какое-то влияние, да, вот, давайте сойдемся на влияние Александра. Вот. И, ну, соответственно, это вот то, чем бабушка вас задевает. Мне кажется, мне так кажется, что есть довольно много вещей, в которых вы можете быть себе, ну, неуверенны. Вот. То есть есть вот есть вот какие-то вещи, да, в которых вы можете быть, э, неуверенны. Могут быть вещи, которые, э, по ряду причин вы себе не принимаете. Вот. Ну, почему-то, да, вот, э, что-то мотивирует вас, э, себе это не принимать. То есть вы этого, э, стыдитесь, да, вы этого, э, боитесь вы этого, э, избегаете, вы пытаетесь избежать этого, этого. Вот. Ну, все равно, как бы вы не пытались, это, по, по моим ощущениям, вас это, все равно, нафига, вот, там, что, это внутри вас, это всегда с вами. Так или иначе. Вот. Поэтому здесь одновременно нужно работать и с принятием себя. Я думаю, что вы находитесь в достаточно высоком эмоциональном, эм, тонусе сейчас, на данный момент, чтобы, ну, к какой-то степени иметь возможность, адекватно, э, воспринимать то, что происходит между вами и, например, бабу, ну, бабушкой, допустим, вашей. Вот. К тому, как мне думается, э, впервые надо бы ваш, вот, ну, вот такое, ну, ну, ваши эмоции немножко выплеснуть, да, немножечко их, эм, как бы, так, отреагировать, э, вот. А дальше уже можно будет эм, двигаться в эм, в сторону коррекции, вот, тех самых эм, негативных установок, которые у вас есть по поводу, ну, того же богатства, например, да. То есть, вот, давайте, э, давайте сейчас попробуем сформулировать, вот вы говорите, что, мне пребывал страх, эм, богатство, вот. А, и что это значит, то есть, э, ну, вот, сейчас, на данный момент, что вы думаете, э, про богатство, чем оно вас, например, пугает, вот, знаете, э, я могу предположить, это, э, только, так, от моей гипотезы, э, что, э, по вашему мнению, по вашим ощущениям, богатство, это то, что дает вам какую-то, может быть, э, свободу, э, которая, в свою очередь, э, э, позволяет вам принимать решение, а это всегда ответственность, э, который, э, вы, вероятно, боитесь, ну, просто, вот, то есть, ответственности боитесь, как, как бы, э, вот. Э, что может, в принципе, быть, достаточно, э, серьезной проблемой, если вы не уверены в себе, вот. Вы можете считать, что недостойны богатства, э, так же, как, например, считала ваша мама и бабушка, просто недостойны и что богатство, это что-то постыдное, это что-то стыдное, соответственно, нельзя, чтобы вы, э, достигли, э, какого-то, условно говоря, успеха в том, что делаете, да, вот. Поэтому, э, происходит такая, вот, э, двоякая немножко, э, ситуация, когда, с одной стороны, э, э, от, э, от вас, э, требуют, э, высокооплачиваемая работа, э, но, с другой, стороны, э, с другой стороны, э, от вас же, э, хотят, чтобы, э, успеха, э, вы не достигали. То есть, вот, ну, вам, э, ну, условно говоря, э, нельзя, нельзя, э, достигать успеха. И, понимаете, здесь, э, запрет не на богатство, потому что богатство, это то, что, ну, я думаю, у каждого своё, вот. Я думаю, что дело здесь не столько в богатство, сколько в успехе, а вот уже, э, вот уже, э, успех может, э, восприниматься, как элемент богатства. Это правда. Э, вот, я не вижу, пока, оснований, э, предполагать, что, ну, может быть, вот, как-то, э, по-другому, да. То есть, я не вижу оснований, пока, э, считать, что, э, у вас не, ну, у вас, э, э, как-то иначе, да, я не вижу оснований, и полагаю, что у вас как-то по-другому. Вот. Э, вот, в принципе, то есть, я могу вам сказать, есть запрет на успех, и, соответственно, нужно работать с, э, установками, э, вашими, э, чтобы, э, помочь вам ваши проблемы решить. Вот. Ага. Это, именно, что, ну, работа, да, не, а, какое-то такое уже готовое решение, да, которое есть, которое, вот, как бы, ну, столько ждёт вас. Это так не работает, мне кажется, как философ вам, э, ну, вам это известно, как философ вам вполне себе это известно. Известно, что, э, ну, что не всё так, вот, просто, да, известно, что, что здесь, э, свои, ну, свои нюансы какие-то, вот, что здесь, э, э, ну, индивидуальные, индивидуальные особенности здесь, э, вот. Э, э, у вас есть именно индивидуальные особенности, и их нужно учитывать, если мы хотим, э, адекватно вам помочь, а не, ну, не просто, там, делать вид, что, что-то делаем. Вот, так, так что, я бы, э, вот, так, ответил, э, вы, на, э, вопрос, который вы, выдаёт, да. Дальше, э, я не очень понимаю, для чего пишите, э, о, ну, по образованию философа подаваться, да, то есть, как бы, э, почему бы это написали. Дальше, э, смотрите, покупка квартиры не решит проблему вашу. Это вот то, что, наверное, наверное, стоит, э, сейчас стараться признать, не решит вашу проблему, проблему в голове. Дальше, э, так, э, ну, я думаю, что, э, смерть мамы, э, так или иначе, вас травмировала, я так думаю, и нужно, а, да, это тоже, э, проработать, чтобы вы выплеснули, чтобы вас это не давило, не важно, что это, да. Там, обида, зло, там, или боль, или боль потери, вот, не важно, абсолютно, но нужно, это отрагировали. Пока все эти чувства, все эти эмоции у вас внутри, они не будут давать вам идти дальше, вот. И параллельно, э, с этим нужно, чтобы вы организовывали, э, свое личное пространство, вот, чтобы, ну, это не было никому доступа, вот. Это может быть как физическая, так и психологическая, э, э, сфера, вот. Э, э, необходимо, чтобы вы организовывали свою социальную, э, э, социальное личное пространство, вот, где у вас были бы люди, люди, которым, ну, которым бы вы, э, э, вас объединяли бы какие-то интересы, общие, да. Вот, и, то есть, что там такое. Ну, в принципе, вот, э, все. О, э, если им только, э, 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 оставить, э, э, наличие, вот, вопросов, э, тех, которые у меня возникли по ходу разбора вашего, э, э, текста, то, э, э, ответ мой будет таков. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи.